Реконструкция моста через реку Припять вышла на финишную прямую. Строители укладывают асфальтобетонное покрытие. До полного завершения работы остается около месяца. Но уже сейчас можно констатировать, что обновленный мост будет более надежным и долговечным. Масштабы работы ценили наши корреспонденты. Трещина в железобетонной конструкции моста, который соединял Житковичи и Туров, появилась в декабре прошлого года. Объект признали аварийным и закрыли для движения транспорта и пешеходов. Проблему решили при помощи понтонной переправы. Сегодня за сутки ею пользуются около 3000 автомобилистов. Для большегрузов действует паром, который ежедневно перевозит до 100 единиц техники. И все же заменить такой значимый для района объект, как мост через Припять, невозможно. Строители сделали все, чтобы временные сложности не затянулись надолго. Примерно за 5 месяцев проведена огромная работа. Железобетонное коробчатое строение было взорвано, демонтировано, убрано с объекта. На этом месте появилось металлическое пролетное строение, которое в разы легче, долговечнее, надежнее, скажем так, с тем, что было. Строители, архитекторы, экологи и контролеры почти круглосуточно работают на объекте. Задача – завершить реконструкцию к началу ноября. Сейчас работы находятся на финальной стадии. Идет укладка дорожного покрытия. После асфальт появится на подъездных путях к мосту и начнется установка барьерного ограждения. Финальная точка – электроосвещение и благоустройство прилегающей территории. Работы завершатся 7 ноября по мосту. Движение впустится тоже, как планировали, 7 ноября. Пока что идет опережение графиковой строительства буквально пару дней. Конечно, район, я думаю, и близлежащие районы ждут с нетерпением, когда откроется связующее транспортное звено между левым и правым берегом Припяти. После сдачи объекта в эксплуатацию начнется разработка аварийного моста через СОЖ на трассе М-8. Он с августа закрыт для всех транспортных средств. Рядом будет построен новый мост. Кстати, подобный проект в нашей стране будет осуществляться впервые. Дмитрий Котов, Александр Лупиненко, Сергей Лукашук. Новости недели. Житковичский район.